Атомный российский лидер 1 в море не воин Армии и войны Проблема ВПК 15 июля 7.25 Атомный российский лидер 1 в море не воин Северная ПКБ создает самый мощный в мире надводный боевой корабль Но ВМС США побьют его числом Владимир Тучков Комментариев просмотров 10723 На фото, макет эсминца проекта 23560 Шифр лидер На выставке армия 2015 Фото, в российском кораблестроении происходит столь стремительные перемены Словно это нынешняя московская погода, за которой невозможно уследить В прошлом году Министерство промышленности и торговли объявило Что закладка в России крупных боевых кораблей водоизмещением свыше 2000 тонн Отложена на неопределенный срок Поскольку дело это чрезвычайно дорогостоящее А денег в стране не так уж много Мол, а пока будем развивать флот москитный, способный жалить врага калибрами и ониксами А впоследствии гиперзвуковыми цирконами И вдруг в феврале этого года ТАСС сообщила, что к концу 2020 годов у нас будут построены сразу два атомных эсминца типа лидер Каждый из них обойдется казне как минимум в почти немыслимые 100 миллиардов Рублей В сумме, стало быть, 200 миллиардов Рублей Что эквивалентной стоимости 10 новейших атомных подводных ракетных крейсеров четвертого поколения типа в Баре и Ясень Правда, то сообщение агентства воспринималось, как не вполне достоверное Потому что информация исходила от неназванного источника в оборонной промышленности Трюк довольно старый проектная организация или судостроительный завод, чтобы обратить общественное внимание на свою деятельность Запускает информацию, в которой желаемое выдается за действительное Читайте также Военно-морской салон 2019 Смотрите, но про гибель подводников на Лошарике не спрашивайте В Петербурге открылась выставка современной российской морской техники для иностранцев Но вот на этой неделе прозвучало вполне официальное заявление от руководителя Крыловского государственного научного центра Павла Филиппова Строительство новейшего эсминца типа лидер с атомной силовой установкой может начаться уже в 2023 году И, следовательно, по крайней мере, один эсминец к 2028 и вопросительный знак 2029 году вполне успеют построить В настоящий момент технический проект корабля разрабатывает Северное проектно-конструкторское бюро Крыловский ГНЦ разработал концепцию и авенпроект лидера и передал работу Северному ПКБ Северное ПКБ стартовало где-то в 2016-2017 годах Работа идет Просто изначально планировалось строить корабль с газотурбинной установкой Поэтому и водоизмещение планировалось поскромнее в 12-ти вопросительный знак 13 тысяч тонн Потом в Москве сказали, что такому кораблю надобна атомная энергетика Как следствие его водоизмещение сразу выросло до 18 тысяч тонн Каков конечный итог мы до сих пор не понимаем? Это надо спрашивать у Северного ПКБ Правда, не вполне понятно, где могла бы произойти закладка столь солидного корабля Мощности северодвинских заводов, звездочку и ее филиалы, Севмаш, расписаны на много лет вперед На Северной верфи так и не провели модернизацию, необходимую для строительства больших кораблей А длина лидера превышает 180 метров Ну, а с верфями, расположенными в Крыму, во времена СССР строившими даже супертанкеры водоизмещением до 100 тысяч В области новых вооружений КНР и Россия мчатся с гиперзвуковой скоростью Засидевшись на старте, Пентагон тщетно пытается организовать технологическую погоню Да и деньги на строительство эсминца у правительства выбить проще Боевые возможности корабля, предназначенного для совершения дальних походов в океанской зоне, впечатляют По геометрии и водоизмещению он уступает лишь тяжелым атомным ракетным крейсерам «Тарк» проекта 1144 «Орлан» Но по боевой мощи «Орланы» превосходит Итак, на корабле водоизмещением 18 тысяч тонн, длиной 180 метров и шириной 20 метров Развивающим скорость до 30 узлов конструкторы Северного ПКБ разместили по различным данным от 80 до 100 ударных крылатых ракет различного назначения А еще 128 зенитных и 16 противолодочных ракет Однако полная конкретика по числу ракет станет ясна лишь после окончания проектных работ в Северном ПКБ Но с типами ракет уже сейчас все понятно Это морской джентльменский набор, ПК «Эроникс», а также калибры различных типов противокорабельные, класса «Море-Берег» и противолодочные Вероятно, к моменту закладки лидера на вооружение ВМФ РФ будет принят и гиперзвуковой противокорабельный «Циркон» Дальнюю и среднюю зону обороны в системе ПВО будут защищать корабельные модификации ЗРС С-400 или ЖС-500 Это повсеместно распространяемая информация В действительности же корабельной модификации С-400 не существует Так что под С-400 необходимо понимать морской ЗРК «Редут», который стал модификацией С-400 У наследовав у нее ряд ракет, включая ту, которая имеет дальность 400 километров Шестой флот ВМС США в Средиземноморье готовит охоту на российские танкеры Американцы уже отсекли Иран от снабжения воюющей сирийской армией топливом РФ на очереди В заключение полезно сопоставить боевые возможности перспективного эсминца Лидер с тяжелым атомным ракетным крейсером проекта 1144 Петр Великий, а также с американскими эсминцем Арлиберг и крейсером Текандирога, которые в ВМС США относятся к кораблям с управляемым ракетным оружием «Ура» Мореходные качества, разумеется, у наших кораблей существенно выше И это определяется не только наличием атомной силовой установки, дающей неограниченную дальность хода Больше у них и водоизмещение 18 тысяч Тонны 25 тысяч Тонну россиян против 9 тысяч Тонн и 10 тысяч Тонну американцев По длине с большим отрывом от всех идет Петр Великий 250 метров У остальных трех кораблей от 155 до 180 метров Далее ударные возможности для поражения кораблей и наземных объектов Тут Петра Великого следует признать аутсайдером Он располагает всего 20 сверхзвуковыми ракетами гранит, развивающими на высоте скорость 2,5 м У поверхности воды лишь 1,5 м 750-килограммовая бэчья гранита способна нанести громадный вред любому кораблю, включая авианосцы Однако из-за значительных размеров и массы, длина 10 метров, вес МТ, боезапас ракет невелик При этом ракете уже 40 лет, в связи с чем в ней используются средства преодоления пронедостаточно эффективные Правда, для боя с вражескими кораблями и для ударов по берегу есть у Петра еще и очень приличная артиллерия Двуствольная автоматическая скорострельная пушка калибра 130 мм В подлодке, японский голубой дракон сделает знаменитую русскую варшавянку аутсайдером Почему в России не могут за четверть века создать современную энергоустановку? Изначально Петр Великий и еще три крейсера проекта «Арлан» предназначались, прежде всего, для нанесения тактических ядерных ударов по авианесущим ударным группам Ракета «Гранит» раньше имела не только обычную, но и ядерную БЧ Поэтому предполагалось, что именно на эти советские корабли противникам будет устроена массированная воздушная охота В связи с чем к средствам ПВО, прокрейсеры отнеслись в высшей степени серьезно Их представляют на Петре Великом два Зерка средней дальности С-300Ф «Форт» и С-300Ф «Мфорт М» Общее количество ракет 84 Есть также ЗРК ближней зоны «Кинжал» с 46 ракетами А также зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик» В свое время это были передовые и эффективные комплексы обороны Однако их звездная часть уже прошел Поэтому лидер должен быть оснащен 128 зенитными ракетами различных типов для ЗРК большой дальности Это будет либо редут, либо корабельная модификация С-500, которой пока не существует Разумеется, С-500 предпочтительнее, потому что такая система эффективна и в целях ПВО, и для ПРО Чего не скажешь о уже принятом на вооружение редуте, который является морской производной с 400 с более развитыми противовоздушными возможностями Полезным является и введение в защитное вооружение атомного эсминца ЗРПК «Панцирь-М» Из вышесказанного следует, что лидер в этой четверке кораблей по ударным возможностям превзойдет всех остальных Также силен он будет и по мореходности, дальности плавания и по автономности Что же касается уровня самообороны, то перспективного российского корабля он не хуже, чем у двоих американцев При наличии системы С-500 лидер американцев сильно превзойдет Правда, есть в США еще и новейший эсминец «Замволт» в количестве двух кораблей Но мы решили его возможности не анализировать Потому что это тупиковая ветвь, что уже понимают и в ВМС США С его ударным вооружением произошла просто катастрофа Рельсотрон оказался дутым пузырем, который лопнул А снаряды для пушки «Замволта» стоят почти столько же, как и ракеты На основании этого Рея новости выдала эффектный заголовок «Атомный эсминец и лидер, как Россия получит лидерство в мировом океане» Увы, реальность на сегодня очень далека от такого рода мечтаний Сейчас мы имеем всего два Тарк Адмирал Нахимов и Петр Великий Первый до 2022 года в ремонте и на модернизации Потом его место в доках займет Петр Великий Как следует из обнародованных адмиралами планов К концу следующего десятилетия ВМФ может дополнительно получить чудо-эсминец или чудо-крейсер-лидер Ну, может быть, к тому времени их удастся построить даже два Итого у России окажется четверка действительно крупных и хорошо вооруженных ударных надводных кораблей Это в лучшем случае А в ВМС США? Там нынче эксплуатируется 67 эсминцев «Арли Бёрки-22» крейсера «Тикандирога» Качество, несомненно, играет важную роль Но против такого количества, как говорится, не попрешь Тем более с то ли крейсером, то ли эсминцем, о котором много говорят, но которого пока нет Субтитры создавал DimaTorzok